Привет, друзья! Сегодня 5 февраля 2021 года. Я снова появился на реке Темзинки и решил порассусолить на самые разные темы. То, что мир колбасит от этого вируса, это все понятно. Хочется много наговорить, а много говорить не буду, говорю только чуть-чуть. Вот смотрите, стройка. В основном везде работают румыны, слышно по речи. Как поступают румыны на работу? Если одному повезло попасть, он за собой сразу тянет еще десяток человек, а то и сотню. И все устраиваются, все работают, помогают друг другу. Если украинец попадает на такую стройку, он старается сказать, где ты работаешь? Я не работаю нигде, вот так тяжело. А в Аргентине я уже говорил, мои батьки намучались, мы гимнально елись, и пока вы не наедитесь, то ничего не будет у вас добре. Вот так. Вот так и все живут в стране, которую все считают родиной. И поступают все от малого до великого. Поэтому это не изменишь. Что хочу рассказать вам. Значит, да, тут накрыло этими уколами хорошо, но кому-то идет впрок, кому-то идет не впрок. Уже начинают поговаривать, что только 60% работает нормально. А не 96%. Ну, обычно статистику можно только словесную где-то получить. Обещают открыть посещение детьми школ с 8 марта. Что из этого получится? Ну, я думаю, очередная вспышка. Потому что дети, может быть, переносят хорошо, но разносят тоже неплохо, как и все остальное. Ну, в этом году будет очень-очень весело, но сразу скажу, работа появилась немеряно. Очень немеряно. То есть с работой нет проблем. Проблема в том, что работу найти непросто, потому что все сразу пользуются случаем, стараются платить меньше для тех, кто ищет работу. Начинают придумать истории, начинают придумать всякие варианты. Но почему работу найти просто? Потому что огромное количество англичан и бизнесов, большого бизнеса, у которых есть возможность получать 80% от средней зарплаты. И сидеть дома. Они сидят дома, они сильно парятся с работой. Хорошо, что трафика меньше на дорогах. Вот. Все кричат. Да, еще по Лондону очень интересно то, что с октября, вроде бы месяца, то есть тут будут драконовские законы на congestion charge, то есть машины там дизеля до пятого года запрещены, вернее, до пятнадцатого года, бензинки до пятого. Вообще хотят за два-три года перевезти все на электромашины. А потом хотят еще через три-четыре-пять лет позже вообще запретить всякое движение транспорта в Лондоне. Никто не понимает из местных, что же из этого будет. Но я, наверное, скину пару фотографий. Пока здесь крик, вопли, виск о том, что все плохо, мы все умираем, все помрут. Понятно, что все помрут. У меня есть уже пару бабушек, которые после укола чувствуют себя нехорошо. А тем временем, уже не первый год, Германия раскручивает идею с машинами на водородном топливе. Хундай. Кто там еще у нас? Забыл. Там есть достаточно машин, которые ездят на водородном топливе. Дома переходят на обогрев смешанной водородное топливо и солнечная энергия. То есть все задействовано в один рабочий цикл. Как-то на эту тему можно сделать легкий такой обзор. Потому что я германские сайты время от времени просматриваю. И начинаешь с ужасом замечать, что Великобритания, Англия постепенно превращается в какую-то такую латиноамериканскую. Ну, я ее назову латиноамериканскую, не то, что тут латиноамериканцы живут. А то, что она превращается в своеобразную островную Аргентину, которая идет тем же путем. И, в общем-то, несмотря на кажущееся благолепие, стройки везде. Ну, надеюсь, что Британия, уже Британия выпутается из этой ситуации. Но как она выпутается с 60 тысячами нелегалов, которые пересекли канал, которые пожирают те налоговые отчисления, которые перечисляют жители, которые здесь живут и работают, я даже не знаю. Потому что очень сложная ситуация. Эту тему особо не раздувают. Но лодочки надувные продолжают плавать, приплывать. И, естественно, создавать свою атмосферу такого стресса для местного общества. Вот такой кратенький обзор с речушки Лондонки я сделал. Потому что очень красивый вид. Очень красивый вид. Смотрите, далеко там Сити. Баржа плывет. Везет песочек. Ну, я тут стою, разговариваю на тему происходящих таких событий. Другими словами, обо всем и ни о чем. Bye, друзья. С вами канал Комперы.